всем добрый вечер напишите пожалуйста в чате как меня видно и слышно поставьте плюсики если меня хорошо слышно и 3 плюсика если меня и хорошо слышно и хорошо видно все здорово меня значит и видно и слышно так вот представлюсь вначале меня зовут катерина воронцова коротко расскажу о том как меня привела судьба в компанию фиберлик в компании я уже полтора года причем бизнесом занимаюсь где-то около года не скажу что я являюсь там асами лигуру и считаю себя сам или гуром именно по работе в интернете тем не менее самого начала как я пришла в бизнес в берлик я рассматривала для себя возможность и возможности работы в интернете то есть первых первых своих людей я нашла именно в интернете и в течение года тщательно изучала эту тематику что на сегодняшний момент в принципе могу рассказать достаточно много и постараюсь с вами поделиться тем что знаю надеюсь что вам тоже здесь сегодня покажется много интересным и скажу сразу что те кто будет в онлайне получит бонусом еще небольшую порцию информации в первую очередь о том как непосредственно практически стартовать с чего начать если мы хотим работать в интернете а сегодня работу в интернете хотят освоить очень многие но не знают как поэтому сегодня в конце обещаю что постараюсь об этом рассказать зовите своих друзей знакомых кто до сих пор не в онлайне подключайтесь начинаем итак основа работы в интернете или как находить партнеров и клиентов в интернете первый вопрос на который же мы первым в первую очередь ответим это на вопрос зачем зачем работать в интернете если в принципе налажена система например работы на земле первое что хотелось бы сказать это работа 24 на 7 то есть работа сетевой маркетинг становится доступным для тех кто во первых имеет свою основную работу да например и после работы очень сложно еще куда-нибудь идти это достаточно энергозатратно здесь принципе можно не выходя из дома работать в то время когда вам удобно кроме того у нас погода разная здесь бывает бывает что у нас ветрено дождливо да мы например собрались на флешмоб собрали команду работы под открытым небом и в тут вдруг начался дождь и все сорвалось да в такие моменты принципе у нас очень холодно большую часть года и работа скажем на холодных контактах достаточно затруднена работа в интернете позволяет расширить все границы и работать тогда когда действительно вам удобно и работать даже в тех условиях когда выбраться из дома очень бывает невозможно следующее и это вот именно моя точка зрения все-таки у нас faberlic это интернет-магазин согласны да и с моей точки зрения продвижения интернет-магазина в интернет-пространстве это как-то логично скажите пожалуйста кто сталкивался с людьми которые в принципе заинтересовались продукции faberlic но не умеют пользоваться до компьютером интернет-магазином напишите пожалуйста единичку если вы встречались такими людьми если у вас и и и двоечку поставьте если у вас это происходит регулярно то есть вы скажем заинтересовали несколько человек у кого-то заинтересовали но человек не может пользоваться интернетом бывает ли у вас такое единичку поставьте если происходит но не очень часто и поставьте двоечку если у вас происходит регулярно человек заинтересовался продукции заинтересовался бизнесом но например никак не может оформить заказ не может зайти в личный кабинет поскольку просто не имеет либо доступа в интернет интернет либо не умеет этим пользоваться то есть у меня например такая ситуация возникла я задумалась ну почему я еще на земле этих людей которыми мне потом нужно объяснять зачем он пользуется интернет-магазином да когда есть например магазин на земле им приходится объяснять как выйти в личный кабинет им приходится многим даже многие компьютеры то в принципе не имеет да и очень сложно работать с такими людьми и таких людей встречаешь действительно очень много и согласитесь сколько времени у вас уходит на то чтобы объяснить человеку как войти в личный кабинет объяснить как сделать заказ иногда просто часами сидишь по телефону с новичком и объясняешь ему куда что тыкнуть работая в интернет-пространстве мы находим людей которым покупать в интернет-магазине также просто как например с утра почистить зубы до и им не надо объяснять многих вещей они понимают зачем они это делают зачем покупать в интернет-магазине почему это выгодно и и несложно ждать до эту заказ несколько дней то есть вот я считаю что и моя точка зрения что продвижение интернет-магазина в частности интернет-магазина фаберлик удобно в интернет-пространстве не скажу что это единственная из возможностей не надо полностью отрицать конечно же работу на земле но продвижение интернет-магазина удобно в интернет-пространстве следующий я здесь не написала преимущество работы в интернете это все-таки то что и работа в интернете может привлечь тех кто замучен стереотипы месяцевом бизнесе до о том что надо ходить с каталогами о том что надо будет где-то предлагать что-то на промо стойках надо кому-то навязываться да то есть таких людей сейчас со стереотипами они правильными стереотипами сетевом бизнесе очень очень много и только объясняя как можно работать в интернете грамотно и правильно можно привлечь человека в наш бизнес то есть это новые новые методы работы которые делают наше дело интересным для более широкого круга людей да и здесь я как раз еще упомяну еще получается 4 из преимуществ это широчайшая аудитория действительно если мы на улице например можем встретить только людей которые гуляют по улице да если мы рядом с нашим дома можем встретить только людей которые проживают где-то в недалеко от нас то в интернете нет закрытых дверей в интернете все открыто мы можем найти людей которые работают на закрытых заводах мы можем найти людей которые ездят дорогих машинах да они не ходят пешком здесь можно найти людей разной целевой аудитории из других городов из других стран да мы знаем что компания работает 42 странах мира и у нас здесь даже нет никаких рамок для нас международный то есть таким образом интернет действительно позволяет сделать бизнес фаберлик международным спокойно не не надо никуда ездить главное настроить все настроить систему работы и спокойно здесь в этом в этой сфере продвигаться следующее что немаловажно это то что в интернете можно достаточно спокойно построить личный бренд да и здесь я все-таки хочу упомянуть что на земле это личный бренд тоже есть да вот мы сейчас очень часто говорим о личном бренде именно в контексте развития в интернете но на земле то он тоже есть и на земле тоже есть авторитетные личности на земле тоже есть люди за которыми идут на земле тоже есть люди которым верят доверяют да но в интернете сделать проще то есть я же не выйду там не напишу манифест, не выйду с ним на площади, не прочитаю его, да, по микрофону, меня сразу там завяжут и в дурку. Ну, грубо говоря, да. В интернете, на моей странице я могу сделать то, что я не могу сделать в реальности. Я могу писать о себе, я могу рассказывать свои мысли, чувства, эмоции. Притом мне не надо там не идти никуда в редакцию газеты для того, чтобы подать статью. Я это делаю спокойно на автомате ежедневно, например, да. И при этом я могу охвачивать огромную, широчайшую аудиторию, не имеющую никаких вообще пространственных ограничений. То есть в этом плане развитие личного бренда в интернете, это очень благое место, да, для можно, грубо говоря, стать звездой с наименьшим количеством, наименьшее количество времени, с наименьшими потерями. Все ли понятно, да, здесь? То есть понятно, для чего? Нужно для себя, вначале понять, для чего вам нужно выйти в интернет, и потом будет гораздо все проще. Если вы для себя решите, зачем вам это надо, если у вас есть время, да, вы спокойно выходите на флешмобы, если вам не надо, вас совершенно не мучает то, что вы там сидите с бабушками по два часа и оформляете каждый заказ, да, если вас совершенно не заботит тема создания личного бренда, зачем вам выходить в интернет, да, ваша эта тема интересовать не будет. Если вы спокойно, там, рассказываетесь в маркетинге, вам всегда попадаются люди, которых нет возражений по поводу того, что, ну, это сейчас не модно, это навязывание каталогов, это... В общем, понимаете, да, первое, что вам необходимо сделать, это понять для себя, зачем вам нужно работать в интернете, и дальше у вас все пойдет. Переходим к следующему слайду. Я для себя немножечко смогла классифицировать, как можно работать в интернете, потому что методов достаточно много, то есть мы берем работы в интернете как одну из техник рекрутинга, а в рамках вот этой вот работы в интернете, этого объемного понятия, есть еще очень много направлений, о которых я сейчас попытаюсь коротко рассказать. Во-первых, это реклама. Реклама в различных проявлениях, я о ней еще немножечко расскажу, чуть попозже. Следующее, это продающие страницы, так называемые лендинг-пейджи, которые можно делать в неограниченном количестве, и путем рекламы, то есть здесь все взаимосвязано, и путем рекламы направлять туда заинтересованную аудиторию, и создавать таким образом воронку продаж. Да, следующее, это интернет-магазин, я выделила его отдельно, потом расскажу почему. И два метода, которые я почему-то назвала так, это спам и без спама. Ну, тоже поподробнее расскажу, мы сейчас переходим непосредственно к первому способу, как можно работать в интернете, это реклама. И первое же деление, которое приходит в голову, это деление рекламы на бесплатную и платную рекламу. Бесплатная реклама. Кто пользовался вообще бесплатной рекламой? И расскажите, какими методами вы пользовались, не обязательно в интернете, если, например, реклама, в принципе, на земле, напишите в чате, кто пользовался рекламой, и какими методами вы пользовались. Будет очень здорово посмотреть, просто кто-то действительно осуществляет, кто нет. Реклама бесплатная, это бесплатные доски объявлений. Они могут быть как на земле, так и в интернете, суть одна. То есть можно расклеить на подъезды, на какие-то там бесплатные, вот эти рядом с подъездами, которые есть доски объявлений, можно туда клеить. Все бесплатно. А можно находить доски объявлений в интернете и кидать туда свою информацию. И в интернете это делать тоже достаточно несложно. Если вы, например, зовете на бизнес, вы ищите бесплатные доски объявлений на работе. Прерывается связь? У кого еще прерывается связь? Напишите, пожалуйста. Вообще-то не должно быть такого. Если прерывается связь, нажмите F5, возможно, наладится проблема. Напишите, у кого еще прерывается связь, чтобы я знала, что это действительно проблема в сегодняшний момент. Так, продолжим. Значит, бесплатные доски объявлений могут быть, это, например, какие-то там барахолки. Это могут быть какие-то, это я примерно говорю, для того, чтобы вы просто понимали, о чем идет речь. Это могут быть группы о работе, это могут быть какие-то форумы, да, те же самые марковские. Это могут быть Авито, Юла и так далее. То есть настолько много разных бесплатных досок объявлений, что можно просто вот без конца их перечислять. Социальные сети. В каком контексте здесь я говорю о социальных сетях? Сейчас не прерывается. То есть все-таки у всех было, да, такое. В каком контексте я говорю о социальных сетях? В первую очередь, если вы пользователь интернета, вы знаете, что вы в том же контакте, можете, например, создать группу, да, в которой можете самостоятельно ее ввести и скидывать туда какие-то объявления. Следующее есть бесплатные группы, которые, например, на начальных этапах делают рекламу в своих группах бесплатной. Вы тоже можете их находить. Чаще всего они даже находят вас, чтенько это бывает, и туда вы тоже можете выкладывать рекламу. То есть вот социальная сеть, да, бесплатная доска. Следующее, платные доски, да, и здесь мы все-таки поговорим вначале о тех же социальных сетях, рекламу в ВК. Здесь я уже не говорю, тоже разделяем два понятия. Во-первых, вконтакте может быть реклама в тех же группах. Скажите, пожалуйста, кто когда-нибудь делал розыгрыши? Напишите плюсик, если кто-то делал розыгрыши там, не знаю, в каких-нибудь бесплатный ЖЭС, бесплатный в Мортии или какой-то другой населенный пункт. Я это делала, достаточно распространенная практика для того, чтобы, например, наполнить группу большим количеством заинтересованных, да, ну, в первую очередь в подарки, ну, во-вторых, может быть и в продукте. Вот. Ну, например, как вариант, да, то есть здесь можно бесплатно организовывать, здесь можно бесплатно организовывать, да, какие-то конкурсы. Есть все-таки группы, которые бесплатно это предлагают. Скажите, пожалуйста, что со связью? У меня хорошо слышно. Напишите плюсик, если меня хорошо слышно. Хорошо слышно. В профне я впервые веду вебинар, да, для меня это тоже своего рода дебют. Здесь, конечно, все просто, здесь можно там тыкнул и все готово, все сразу видно, ну, в общем, все хорошо слышно, да, все отлично. Значит, Елена, вам нужно просто перезагрузиться. Нажмите F5, возможно, проблемы с интернетом, все хорошо, супер. Давайте тогда я продолжу, больше на проблемы со связью не останавливаемся. У меня должно быть все хорошо, интернет скоростной, я надеюсь, что комната профне тоже нас не подводит, поэтому, если все остальные пишут, что все хорошо, значит, проблемы все-таки у вас тут со связью. Так, продолжим. Итак, как же можно платно размещать рекламу ВКонтакте? То есть, во-первых, это всякие там бесплатные ижевские, да, как вариант, чтобы люди о вас узнали. Во-вторых, ну, таким образом мы рекламируем не свою личную страницу, мы рекламируем в первую очередь свою, например, группу ВКонтакте, поскольку правилами проведения конкурса ВКонтакте строго запрещено рекламировать именно страницу. Потом, есть такие очень обширные группы, например, когда, в общем-то, находилась в декрете, очень много было подписано на всяких различных, в кавычках, мамских групп, в которых аудитории более 6 миллионов человек. Вот ими я рекомендую пользоваться, они очень загибают цену, и в какой-то момент я их сама уже перестаю просматривать, потому что очень много лишней информации, очень много лишней рекламы. Но, какими можно действительно пользоваться группами ВКонтакте? Это, например, какие-то недавно созданные группы, на которых, например, можно прямо на стене писать. Есть такие группы, и вот я нахожу, например, в своей работе такие группы для мам, в которых люди сами на стене пишут свои вопросы, и люди на них отвечают. Это очень распространенная сейчас практика таких групп, действительно появляется очень много. Вначале их немного народу, в них немного народу, но они, в них реально сидят, в них действительно живая аудитория, которая со своими проблемами, со своими какими-то переживаниями, может быть, приходит в данную социальную сеть. И в этих действительно группах очень полезно размещать рекламу, она там не очень дорогая, но это будет продуктивно. То есть, выбирая свою целевую аудиторию, выбираете конкретную группу, и, соответственно, туда размещаете рекламу. Вот, точно так же в Инстаграм, да, точно так же в Фейсбук. То есть, без проблем, в Инстаграме есть группы, специальные странички, у которых большой охват подписчиков, и туда можно тоже на платных условиях выставлять рекламу. Вот, то есть, это один вариант размещения платной рекламы. Есть еще один, то есть, вот это вот конкретно от каких-то вот создателей страниц, да, публичных страниц, но в ВКонтакте, тот же Инстаграм и Фейсбук предлагают рекламу непосредственно от себя. То есть, например, листая ленту, а сейчас вся лента умная, напишите, всем ли понятно, что такое умная лента, если непонятно, напишите непонятно, я объясню. То есть, листая данную умную ленту, человек натыкается так или иначе на какую-то рекламу, да, и там пометка реклама. То есть, это выставляют уже ВКонтакте. Если мы листаем тот же Инстаграм, там тоже у нас появится страничка, на которой написана реклама, ну, не страничка, такой пост, мини-пост, в котором тоже написана реклама. Это тоже можно делать, это платно. И если ВКонтакте мне показалось достаточно дорого, я пробовала, да, я пробовала на приглашение в свою группу ВКонтакте, именно посвященную продукту Фаберлик, интернет-магазин Фаберлик, где-то около 500 рублей, и примерно там только 3-4 человека в итоге подключились в группу. Ну, показалось не очень эффективно, хотя, конечно, можно пробовать, да, может быть, я немножечко не так настроила, может быть, текст рекламы был... Хорошо, сейчас объясню про умную ленту, может быть, текст рекламы был недостаточно такой рабочий. То есть тут тоже можно пробовать. Мне понравилось Инстаграм, потому что там не так дорого, там большой охват, действительно много людей видят мою рекламу, и если правильно настроить, то можно получать отдачу от рекламы в Инстаграм. В Фейсбуке не зависло. Перезагрузите. F5 нажмите, появлюсь. То есть в Фейсбуке тоже это есть, Фейсбук, причем очень умно это делает, он все настолько досконально спрашивает вас при оформлении рекламы, то есть на какую аудиторию, какого возраста. Он делает идеальную выборку по всем группам интересов, то есть чем интересуется человек, в каких группах он сидит. Очень все распространенно, там расписано. На сегодняшний момент вот эта вот реклама, она именно нацелена на вас, на того человека, которого вы ищете. Поэтому вам в первую очередь надо понять, кого вы ищете, и потом делать платную настройку. Вот таким вот образом. Паломную ленту. То есть если раньше, да, я еще будучи студенчеством, помню, что практически подписываешься в группу ВКонтакте, подпишешься на какого-то человека, и все его новости были видны. В какой-то момент лента становилась такой длинной, что уже понимаешь, что невозможно уже все просматривать. На сегодняшний момент информации настолько много, что лента у нас стала умной, и она будет показывать вам только то, что вам интересно, то, что интересно другим, то, что набрало большее количество лайков. То есть если вы заходили, например, к какому-то своему другу недавно на страницу, то лента покажет вам новости этого друга. А если вы к этому другу давно не заходили, то лента вам не будет показывать его новости. Она по умолчанию понимает, что данный человек вам не интересен. Либо если, например, ваш друг лайкнул фотографию вашего другого друга, то покажет ленту, например, ну, как вариант. То есть понятно ли по умной ленте. Ваша цель? Вот сейчас я на данном этапе расскажу про чат поддержки. Не потом, да, вот уже сейчас расскажу, почему нужен чат поддержки. Вот у нас есть он, его создали. Девочки, очень круто, что он есть у нас, но пока никто не пользуется, возможно, не понимает, зачем он нужен. Он у нас есть в ВКонтакте. Скажите, кто в нем есть в этом чате поддержки? Если вы приходите работать в интернет, этот чат очень-очень нужен. Это так называемые настоящие лайки, ненакрученные, живые лайки, которые нужны для Инстаграма, нужны для ВКонтакте, для того, чтобы вас показывали, для того, чтобы вас кто-то видел. Вы пишете, пишете, пишете посты, тогда лайки никто не ставит, и вас никто не видит. В общем, вот именно для этого чат поддержки и нужен, для того, чтобы ваш пост, который вы написали, в самое кратчайшее время набрал популярность, и популярные посты попадают в умную ленту. То есть наша цель, чтобы мы не только написали что-то интересное, но чтобы нас еще и увидели. Поэтому подключайтесь, кого нет еще в чат поддержки. Как только вы что-то напишите, пишите туда ссылку, и мы обязательно поставим лайк на ваш пост, да, и поможем комментариями и так далее. Потому что именно такие, вот как будто бы банальные вещи, являются очень серьезной поддержкой вам для работы в интернете. Еще коротко расскажу про платные доски объявлений, да, платные доски объявлений, это те же группы ВКонтакте, я говорила, это могут быть какие-то там закрытые группы по работе и так далее. Они там просят тоже не очень много, ну, скажем, рублей 150, 250 по-разному, но если очень много людей в группе, действительно будет отдача, вы можете оценить все за и против, и действительно вложиться. Яндекс, Директ, Гугл, Адвордс, кто знает, что это такое, напишите, давайте так, кто не знает, что это такое, напишите минус. Может быть, тоже необходимо остановиться, остановлюсь, потрачу время, действительно, это может быть кому-то понравится, кому-то станет полезным. А пока вы там отвечаете, меня слышно, напишите, пожалуйста, почему-то никто ничего не пишет в чат. Скажите, пожалуйста, кто не знает ничего про Яндекс, Директ, Гугл, Адвордс, все замечательно, меня слышно. Кто не знает про Яндекс, Директ, Гугл, Адвордс, напишите минус. Не знаете. Все объясню сейчас. Пока расскажу про восхоченных блогеров, что это такое, например, в Ютубе в последнее время набирает популярность рекламу от широко известных блогеров. То есть, кто-то где-то что-то попробовал и выложил снижение в какой-то известный блогер, и, соответственно, отставил внизу ссылку на интернет-магазин тот же самый, например, и после этого широкая аудитория поклонников данного блогера переходят по данной ссылке и становятся тоже покупателями интернет-магазина, например, точно того же самого. Вот. Я, кстати, на раскрученных блогерах удалось мне поработать немножко. Единственное, я была новичком, мне не очень удалось объяснить человеку, блогеру, непосредственно, преимущества бизнеса, но, так или иначе, я зарекрутировала блогера, который мне какое-то время приносил ну, примерно по 10 человек после каждого видео. То есть, у нее были там, это бьюти-блогер, да, у нее было около 36 тысяч подписчиков. Она, единственная, наверное, согласилась на наше предложение, но, вот, видимо, интересно ей стало в чем-то. И, снимая свой обзор в косметике Фаберлик, да, она получала ее там от компании, по-моему, чуть ли не бесплатно, поскольку компания, видимо, вкладывается, да, на блогеров. И, после каждого видео о косметике Фаберлик, да, определенное количество людей подписывались и по ссылке в описании к видео, да, вот таким вот образом. То есть, вот это вот раскрученный блогер. Тинькофф, например, сейчас очень широко именно рекламирует свои услуги через блогеров. Тоже перспективное направление, можно пробовать. Насчет Яндекс.Директ и Google AdWords. Это тоже реклама, то есть рекламные, так скажем, филиалы компаний Яндекс и Google, в которых можно, вот вы, наверное, часто заходили, набирая в Фаберлик или в Фаберлик онлайн или в личный кабинет Фаберлик, проходите, а у вас вверху не сразу открывается официальный сайт, а выходит вначале какие-то там личный кабинет из пометки рекламы, да, вы туда нажимаете, а там, в общем-то, оказалась ссылка на бесплатную регистрацию под кем-то там, кем-то не вами, да, это Яндекс.Директ или Google AdWords, смотря где, в какую компанию вы обратились, да, если вы делаете через Яндекс.Директ, соответственно, платите компанию Яндекс.Директ и она размещает ваше объявление за определенную круглую сумму денег. То же самое делает Google AdWords, мне показалось там дешевле, я пробовала, действительно люди приходят, не факт, конечно, что все прокупаются, далеко не все, ну, достаточно дорогостоящая реклама, здесь тоже нужно соразмерить за и против, сколько вы получаете одного клиента, примерно, везде надо анализировать, это правильно и разумно. и таким образом, в принципе, люди приходят в вашу команду, то есть это один из вариантов, да, размещения рекламы в Google AdWords, там целая наука, есть даже профессия директолог, потому как правильно, по каким ссылкам, каким ключевым словам разместить данное объявление. Вот, и еще одно направление, замечали ли вы, что если вы, например, там искали какие-то обои, а потом вам еще неделю вот тот браузер, в котором вы искали обои, например, другой браузер, где вы были авторизованы, вам еще предлагают различные интернет-магазины обоев. Это тоже Яндекс.Директ или тоже Google AdWords. Таким вот образом, если, вот объяснила, я надеюсь, понятно объяснила, мы вот переходим дальше все-таки. Этим тоже можно пользоваться, любой из видов рекламы, которых я объяснила, все доступно, пробуйте, пытайтесь, тут надо самому понять, пощупать, проанализировать. Следующее, к чему я перехожу, это интернет-магазин. Да, тоже своего рода реклама, поскольку именно с помощью рекламы, да, мы можем привлекать определенное количество людей в интернет-магазин. Но первое, на чем я остановлюсь, все мы знаем, что компания нам дает ссылку, дарит свой интернет-магазин, какую-то персональную ссылку. И вот напишите в чате сейчас, как вы ее пользуетесь. Мне просто интересно, кто-то пользуется этой ссылкой. Сейчас, конечно, интернет-магазин у нас пока вот это вот все не работает, да, я очень надеюсь, что скоро начнет работать, поскольку этими ссылками я действительно пользовалась. Напишите, пожалуйста, в чате, как вы ими пользуетесь и пользуетесь ли. Да, напишите, если пользуетесь, нет, если не пользуетесь, и если пользуетесь, то желательно напишите, как вы ими пользуетесь. То есть я, например, пользуюсь данной ссылкой, например, когда отправляю каким-то своим знакомым, хочу познакомиться с продукцией. Очень просто, человек попадает в данный интернет-пагазин, если захочет зарегистрировать, во-первых, видит весь ассортимент продукции, он может посмотреть там каталоги, выкладывая в соцсетях, отправляя своим знакомым. Да, да, все верно, то есть можно, не пользуясь каталогом, познакомиться со всем ассортиментом продукции, в то же время, если человек вдруг захочет зарегистрироваться, он зарегистрироваться именно под вами, и в этом, конечно же, плюс. Сейчас у нас пришла еще интересная система, она называется Поделись Фиберлик, точно так же пользуюсь данной системой, если вы не знаете, спросите, пожалуйста, своего наставника, скорее всего, ваш наставник знает про эту ссылку, уникальную, очень крутая штука. Вы, например, расскажите о каком-то продукте, пользуйтесь именно этой уникальной ссылкой Поделись Фиберлик, поделись, да, и размещайте в социальных сетях. И человек, если он посмотрел данный продукт, прошел по данной ссылке, попал в интернет-магазин, захочет зарегистрироваться, он зарегистрируется именно под вас, не под кого другого. Реально очень удобно, да, пользуйтесь и этой функцией, поделись. Если не знаете, обратитесь к наставнику, к сожалению, в рамках данного вебинара рассказать все нюансы, просто невозможно, поскольку наш вебинар называется все-таки Основы, да. Вот таким вот образом можно пользоваться, если вы, например, отправляете человеку просто ссылку на каталог, не просто в интернет-магазине, ну, не просто на сайт Фиберликовский, да, а именно ссылку в каталог в своем интернет-магазине, тоже вот таким вот образом можно. А здесь я поговорю немножечко о другом аспекте ведения интернет-магазина, это то вот, что вы сейчас видите на экране, например, да, можно пользоваться ВКонтакте, можно это делать в Инстаграме. Выбирайте. В ВКонтакте давно уже существует такая функция, что можно создать группу и выкладывать товары, которые есть. Вот замечательная вещь. Закончилась акция, убрали, да, появился снова по такой цене, вернули, то есть можно прятать товары, можно открывать доступ к ним. Создав свою группу ВКонтакте, ее можно продвигать различными способами, платной и бесплатной рекламой, да, и хотя бы таким вот образом, если это в рамках вашего населенного пункта, вы можете создавать личный оборот, причем не таская каталоги в разных направлениях, да, не занимаясь тем, что вы отдали-забрали, отдали-забрали, меня напрягают, отдать мне несложно, забрать мне, например, намного сложнее, снова пойти туда, потратить время. ВКонтакте можно находить тоже своих клиентов. Кроме того, ВКонтакте же можно и регистрировать людей, да, если человек сделал большую закупку. Теперь расскажу немножечко про Инстаграм. То есть вот эту страничку создавали мы, их можно создавать огромное количество. Это вы, как вы видите, все детская одежда Фаберлик, да, где здесь написано Фаберлик, нигде здесь не написано Фаберлик. Вы сюда выкладываете, естественно, не все. Здесь вот, например, у нас все 51 публикация. Вы можете выкладывать только несколько, да, самых интересных, самых красивых, самых сочных каких-то вещей, которые обязательно заинтересуют покупателя. Вот, вы можете писать Фаберлик, вы можете не писать Фаберлик. То есть тут от вас, конечно, зависит, вы можете пробовать, такие разные варианты. И выбирайте лучше одно какое-то направление. Если вы берете белье, то вы можете брать белье, если вы берете аксессуары, можете брать аксессуары, да, можно брать детскую одежду, можно брать товары для дома, и чисто только товары для дома выкладывать, поскольку на них спрос тоже есть. И таким образом продвигать товар, да. Таких интернет-магазинов действительно все больше и больше в Инстаграме, и набирают популярность. Сейчас, к сожалению, вот у меня здесь есть ссылка, и это ссылка как раз на мой интернет-магазин. Пока я этим пользоваться не могу, потому что интернет-магазин не работает у нас. Но как только он начнет работать, можно, в общем-то, этим пользоваться. Еще обратите внимание, кто когда-то пользуется Инстаграмом, я выкладываю именно серии фотографий. То есть можно показывать вещи спереди, сбоку, сзади. То есть те фотографии, которые есть, предоставлены нам в пользование интернет-магазином Фаберлик, мы можем их выкладывать сюда, прямо с серии. И человек пролистывает и смотрит там вещь в разных ракурсах. Если мы говорим, например, о средствах для дома, то можно под одной картинкой выложить целую серию разных ароматов. Того же мыла для кухни, того же порошка, да, универсального. Или, скажем, средства для мытья посуды. И, соответственно, вы не будете занимать площадь, да, но в то же время вы выложили всю информацию о продукте. Вот, то есть вот эта система работает только тогда, когда у вас есть ссылка на интернет-магазин, да. И эта ссылка именно выложена в шапке, куда человек может пройти и при необходимости самостоятельно зарегистрироваться. Либо обратиться к вам, как к менеджеру по приобретению определенного товара. Вот таким вот образом, да, можно и в этом направлении работать. Никто вам, конечно же, не запрещает. В тот же самый момент, да, если вы, например, нашли какого-то потребителя, ну, никак нельзя работать, не создавая личный бренд, да. Все понятно, вы набрали определенную массу покупателей, у вас она есть. А дальше-то что с ней делать, да, нужно же ее как-то учить, либо как-то мотивировать, интересовать новыми покупками. И давайте теперь ответим на главный вопрос, который очень важен. Какой главный инструмент для работы в интернете? Как вы думаете, ваше предположение? Как вы думаете, какой главный инструмент для работы в интернете? Без чего никак нельзя работать в интернете? То есть, все может быть, ну, чего-то может не быть, но если у вас нет этого, то вы не сможете работать в интернете. Кто-то пишет, я все-таки дождусь. Без страничек. Ну, у вас может быть личный кабинет, например, да, и вы можете каким-то другим способом работать в интернете. В общем, я не буду уже таить, я скажу, что это телефон. Ну, вот как ни странно. То есть, это может быть, в принципе, компьютер, но самое главное, это телефон. Почему? Потому что где бы я ни была, в какой бы точке, там, я не знаю, мира ни находилось, если у меня просто есть вот этот вот гаджет, да, может быть, телефон, может быть, компьютер, планшет, да, но я говорю именно о телефоне, если у вас его нет, вы не сможете работать. Если у вас он есть, то вы можете работать 24 на 7 в любой точке мира. Во-первых, это ваш личный кабинет, вы с ним всегда ходите, вы его всегда носите с собой, и где бы вы ни находились, вы в любой момент можете ответить на то или иное сообщение любого вашего партнера, любого участника вашей структуры. Да, если у вас нашелся новичок, вы в любой момент с ним созвонились, что немаловажно, да, именно звонок первый, и продолжайте работу таким вот образом. То есть, обратите внимание, пользуйтесь. Следующее, что я хочу сказать, если вы думаете, что работа в интернете это какая-то панацея, волшебная таблетка, то так, конечно же, думать не надо. Главный интернет на телефоне, ну да. Ну и смс-ки ведь можно еще, да, смс-ки можно переписываться. Я говорю в первую очередь о том, что созвониться можно с новичком в любое время, в любое время суток, даже если вы, например, нашли его в компьютере, через компьютер, да, вы работаете на компьютере, компьютер вы не всегда носите с собой, а созвониться с новичком со своим, либо созвониться с бизнес-партнером, вы можете в любое время. Интернет, это немаловажно, да. Ошибка. Считать интернет, работу в интернете панацеей от всех, волшебной таблеткой, от всех болезней. То есть, так как сейчас преподносится работа в интернете, ну это в корне неверно. Если вы думаете, что действительно 1-2 часа в день это решит все ваши проблемы, и вы сразу наберете кучу людей, и у вас все будет замечательно, будет высокий доход, конечно же, это не так. Для работы в интернете требуют больших усилий, большого труда. И здесь мы переходим к такому вопросу, как к спам. Да, и я вам сразу скажу, что на сегодняшний момент это не рекомендуется. Да, когда-то это было действительно действенно, когда-то это работало, когда-то это работало даже очень замечательно, благодаря чему создавались огромные структуры. Но на сегодняшний момент, я тоже пробовала это, я пыталась, и я немножечко даже сгорела на этом. Массу объявлений вы можете подавать, да. Причем учат тому не обращать внимания на какой-то негатив. Очень сложно на самом деле не обращать внимания на негатив, потому что негатива в ответ на спам идет действительно очень много. И, конечно же, находятся люди, вы зарегистрируете людей, да, вы их найдете через спам. Но вы пройдете, во-первых, очень много страничек для того, чтобы найти, да, а во-вторых, вы потратите много времени, и не факт, что человек будет стартовать. Да, зарегистрировать это одно, а заинтересовать именно для того, чтобы он стал вашим бизнес-партнером и стартовал, это другое. Сколько людей я не находила методом спам, у меня, ну, по-моему, так ни один человек и не стартовал. И причину этого я еще вот немножечко проанализировав, раскрою немного дальше по ходу своего повествования. А вот сейчас просто посмотрите, это несколько из недавних сообщений, которые пришли мне в личные. Три плюсика, если вам тоже приходит такое. Ну вот у меня было несколько человек, вот которым я разговаривала вживую, кто-то говорит, что им никогда такого предложения не поступало, возможно, они просто за это не обращали на это внимания, да. А были те, кто ответил на данное обращение, ответил на данное обращение и ответил негативно, при том, что у меня на встрече живой, да, их заинтересовал этот бизнес, им стало действительно интересно, при том, что на данном сообщении они никакого внимания не уделяли, да, этим сообщениям. Наоборот, у них какой-то негатив это вызывает. Вот как, да, с другой стороны, вот как с таким вот работать, когда у вас это отнимет не два, не три часа в день, у вас это отнимет гораздо больше времени. При том, еще один минус такой работы в том, что это портит авторитет компании. То есть, тут уже написали, да, в чате одну компанию. Всегда, когда, ну, вот эта компания просто немножечко испортила наш рынок, я так считаю, потому что сразу спрашивают, это вот такая-то компания, давайте не будем портить имидж компании Фаберлик, недаром компания организует для нас классное обучение, именно на развитие личного бренда, именно на правильную работу в социальных сетях. Вы, конечно, можете пользоваться отчасти данным инструментом, но не ставьте его на поток. Это неправильно, это не работает сегодня. Вы потратите массу времени, вы потратите много усилий и не получите должного результата, да. Давайте будем работать так, как сейчас, результативно работать. Поэтому мы переходим к следующему вопросу, да, для того, чтобы ответить, для того, чтобы перейти к следующему блоку, это работе без спама, нам нужно ответить на несколько вопросов. В первую очередь для себя. Меня блокируют из-за рекламы на досках объявлений. Меня пока не блокировали, размещала я объявление. Возможно, попробуйте как-то поэкспериментировать с текстами, попробуйте не указывать компанию, если вы, например, выкладываете о работе какое-то объявление. Если это бесплатная доска объявлений, и если она именно нацелена на прием разных объявлений, она не должна блокировать. Что надо делать? Нужно ответить на для себя несколько вопросов. Ты хочешь привлекать незнакомых людей картинками продукта? Кого еще привлекают картинки продукты на сегодняшний момент? Никого. Мы заходим на кучу страниц, там постоянно какие-то картинки, репосты и так далее. И ну кого привлечет данная страница? Никого она не привлечет. У кого реально покупают? Покупают у тех, кто выкладывает картинки, кто делает репосты? Нет. Покупают у тех, кто оставляет свои отзывы, реальные, живые, интересные. Покупают у тех, кто интересно преподносит продукт с душой. Покупают у тех, кто предоставляет свое личное мнение, а не мнение какого-то другого человека, умноженное в сто раз. На чье предложение придут о бизнесе? На предложение человека, который ничего не знает о бизнесе сам, или на, и тут мы переходим к следующему слайду, эксперта. Мы поговорим немножечко об экспертности в том контексте, что для того, чтобы здесь преуспеть, нужно стать профессионалом. Профессионал это эксперт в чем-то. И в чем здесь можно быть экспертом? Во-первых, можно быть экспертом по продукту, и можно быть, во-вторых, экспертом по построению бизнеса. И приходя работать в интернет, вы сами выбираете, в чем вы хотите быть экспертом. Вы можете выбрать какое-то одно направление, направление Деннис, например, да, или направление бельевой стилистики, и узнать об этом все. Так, чтобы знать каждый артикул, знать каждый ответ на каждый вопрос, чтобы вы реально были профессионалом в данной сфере деятельности. В любом случае, если мы строим структуру, мы так или иначе будем становиться экспертом по построению бизнеса, и со временем наша страничка будет насыщаться не только данными о продукте, какими-то, да, но еще и о бизнесе. Мы сможем более уверенно, узнав, прочувствовав продукт, став уверенным, да, в качестве своего продукта, мы сможем смелее предлагать людям бизнес, и будем становиться экспертами по построению бизнеса, да. Итак, алгоритм, что же необходимо сделать? Нужно выбрать для себя какую-то область. Бизнес, выбирайте бизнес. Хотите выбрать продукт, выбирайте какой продукт, потому что у нас их много, у нас 16 линейк различных. Вы хотите стать, не знаю, в стилистике, разбираться в стилистике, да, одежды. Почему нет у нас моря одежды? Можно сочетать разные вещи и рассказывать об этом, да. Сказки о новых коллекциях. Вы должны четко знать, как называются коллекции, что такое коллаборация, что за дизайнер. Если вы становитесь экспертом по парфюму, вам нужно понимать очень много вещей, знать эльфакторную пирамиду, что это такое вообще, знать, как раскрываются ароматы, какие ноты в аромате базовые, какие верхние. Нужно знать артикулы тоже те же самые, да. Нужно знать, не путаться в парфюмерах, да. И в то же время вы можете знать, например, если Бертран Дюшафор, то для каких брендов еще известных создавал данный парфюмер композиции. Поверьте вам, это поможет. Следующее, вы досконально изучаете область знаний и делитесь своими знаниями на своих страничках, да. Это может быть и ВКонтакте, и Фейсбук, и много-много других страниц, которых на самом деле в социальных сетях гораздо больше, чем три, о которых мы все время говорим. Теперь немножечко поговорим, кто такой эксперт по продукту, да. Вот здесь очень можно легко перегнуть палку. И я это делать не рекомендую в том отношении, что бывает так, что я все-все-все знаю продукты, и в каждом своем посте я рассказываю о том, какой продукт у меня замечательный, что он самый лучший на свете, что это панацет всех болезней, он спасет вас 100%, вы ничем больше не пользуетесь, только Фуберлик, да. Это тоже неправильно. Вам надо показывать результаты от использования продукта. Не сам продукт, да, что вот он там бесфосфатный, вы должны показать результат, да, и это именно действует. То есть, если, например, у нас омолаживающая косметика, там, я не знаю, новая сыворотка вышла у нас, скажем, в серии Бьюти Лаб, да, то мы показываем результат до, показываем результат после, чтобы это было видно и видно четко, эти результаты будут работать. Человеку интересно то, что с ним будет, а не то, что на сегодняшний момент продукт из себя представляет. Одновременно мы должны показывать несколько способов решения проблемы. То есть, если мы, например, специализируемся по ДНС и рассказываем, что есть у нас такая проблема, например, как астахондроз, да, мы должны показать, что есть несколько вариантов лечения данной болезни. И ДНС является не единственным, но он действительно дает хорошие результаты, скажем, в комплексе, либо самостоятельно, да, но это не панацея от всех болезней. Наш продукт – это один из способов, да, таким вот образом. Тогда ваш читатель будет не негативно к вам настроен, а будет настроен к вам более лояльно, что вы, в принципе, не фанат своего продукта, вы реально, адекватно оцениваете многие вещи. Вы должны знать плюсы и минусы своего продукта. То есть вы можете не писать, да, о продукте, который вам не понравился, не писать о нем хорошо, хотя вы знаете, что вот что-то в нем не так. Да, в любой компании, в любом направлении есть что-то хорошее, есть что-то, ну, не очень понравившееся, да, есть разные точки зрения. Кому-то это нравится, а кому-то это вообще в корне не устраивает и в корне не понравилось. Чем мне нравится, например, я рекламу сделаю, потому что действительно качественный контент дает, например, Наталья Петрова. Чем она мне нравится по сравнению с другими блогерами, которые выкладывают, скажем, продукцию Фаберлик? Тем, что она дает именно объективное мнение о продукте. Если ей что-то не нравится, она рассказывает об этом объективно. Если ей нравится продукт, то она говорит это честно, да, и таким образом у нее набирается аудитория не только из уже имеющихся консультантов Фаберлик, но и из тех, кто еще просто присматривается продукции и кто видит реально, что действительно человек дает дельные вещи и не завязан как консультант на своем продукте. Не называйте свой продукт лучшим в мире, но это мы уже сказали, да, и используйте простой язык, убирайте из речи сетевую терминологию. Говорите на языке понятным для человека. То же самое касается и у экспертов по строению бизнеса. Человек должен знать плюсы и минусы разных видов бизнеса. Если, например, да, моя целевая аудитория, люди, которые занимаются тем или иным видом предпринимательской деятельности, ну, скажем там, может быть даже не вполне легальной, очень распространены сейчас совместные закупки, да, вы можете показать человеку достоинства и плюсы сетевого маркетинга перед занятием с совместными закупками, да, потому что я до сих пор не понимаю, сколько времени у человека занимает все это выкладывать, потом вот эти вот все коробочки раскладывать, перекладывать, и нужно понимать, что там-то есть потолок, потому что 24 часа и больше 24 часов ты никак не сделаешь, да, но если только ты не откроешь сеть там магазинов, тогда это уже совершенно другое дело, это уже не совместные закупки, да, поэтому, да, вы всегда показываете преимущество, например, сетевого бизнеса перед некоторыми видами традиционного бизнеса, да, вот, ну, как вариант. Следующее. Эксперт в построении бизнеса знает, как заработать 5000 рублей, 15000 рублей, 50000 рублей и так далее. Скажите, пожалуйста, какой контент больше заинтересует человек, который ничего не знает о сетевом, у него чисто такие вот примитивные представления о сетевом, у него стереотипы, что его интересует больше, какая статья, как заработать 5000 рублей в сетевом, или как заработать миллион в сетевом. Как вы думаете, у какой аудитории, какая аудитория больше, ну, в смысле, у какой из постов аудитория будет шире, кто реально прочитает этот пост от и до, у 5000 рублей или у миллиона? миллиона, думает Елена. Вот на самом деле, все это опять же зависит от целевой аудитории, на кого вы рассчитываете. Понятно, миллион, да, но многие, кто что-то понаслышке знает о сетевом бизнесе, думают, что там какие-то помешанные, которые зарабатывают свой миллион и никогда не заработают. Если вы сделаете пост о том, как заработать свои первые 5000 в сетевом, у вас будет гораздо больше охват среди тех, кто вообще ничего не знал о сетевом, потому что и 5000 рублей тоже надо уметь заработать. Люди думают о том, что вот они там где-то заработали, 200 рублей на продажах, вот весь сетевой, да, что тут еще можно заработать, ничего не заработаешь. А как сделать так, чтобы вот в течение там месяца-двух заработать, выйти на первые свои 5000, а может вообще за один каталог. Вот это уже экспертность, вот это вот уже нужно доказать и показывать, естественно, свои результаты. Но если вы зарабатываете уже 50 тысяч рублей, 100 тысяч рублей, у вас своя целевая аудитория, вы, конечно же, можете уже показывать преимущества данного бизнеса для совершенно привилегированной аудитории, да, для тех, кто владеет уже каким-то другим видом бизнеса, возможно, во-первых, бизнеса, во-вторых, крупного бизнеса, да. Вот тогда уже будем говорить о миллионах. То есть для людей, если вам интересно, покажите 15 тысяч рублей, 15 тысяч рублей тоже надо заработать, да, так это тоже путь. вот как-то так. То есть следующее, человек знает, эксперт в области построения бизнеса, может, должен знать разные методы и техники построения бизнеса. Это тоже тема для постов. Вы можете их пропускать через себя, естественно, да, рассказывать о них. Вы его испробовали, рассказали, испробовали, рассказали. Интересно? Да. Это будет интересно, во-первых, для тех, кто что-то слышал о бизнесе, отказался, и тот вдруг встретил вашу страницу и так подробно расписано, и так действительно вроде как бы совсем неплохая работа, да, в принципе даже интересная. Но это будет еще интересно для тех, кто уже в сетевом. И пусть они развиваются в другой структуре, они будут прокачивать вашу страницу, они будут вас читать, они будут делать вам охваты, они будут делать лайки, соответственно, ваш пост будет показываться. И, конечно, человек должен показывать результат свой, да, эксперт построения бизнеса. Поэтому мы экспертом в построении бизнеса возможно становимся не сразу, а постепенно, когда у нас появляются первые результаты. Так, и что я рекомендую сделать, в первую очередь, проверить свои социальные страницы. Если вы начинаете работать в интернете, вы, во-первых, если у вас их нет, элементарно вы их создаете, работать можно как в ВКонтакте, так и в Инстаграме, так и в Фейсбуке. Аудитория там везде разная. Пробуйте, и там, и там, и там, возможно, вы сами где-то найдете свою целевую аудиторию. Первое, проверяйте аватарку, да, то есть, если это бизнес, связанный с красотой, модой, стилем, то здесь могут быть фотографии вас красивой, там, с цветами, с наградами какими-то, не знаю, рекомендуется, все-таки не рекомендуется, как-то это двузначно смотрю, вот с этими вот чеками, но с другой стороны, почему нет, да, но однозначно не с пивом, да, не где-то какая-то мутная в подвале, не темная фотография, светлая, да, качественная фотография, и однозначно не там купальники, но почему-то в купальнике тоже моветон, если вы продвигаете бизнес, не должно быть у вас на странице таких вот фотографий в купальнике. Следующее, фотографии, да, профильтруйте фотографии, что у вас там есть, если что-то опять лишнее, из того, что я уже говорила, тоже убирайте, не надо этого, да, нам нужно показывать себя, мы же строим личный бренд, нам же нужно вот как-то поставить себя в какое-то положение, и если представить просто человека, который впервые попал на вашу страницу, на его место поставить, и посмотреть страницу другими глазами. Потом посмотреть количество постов о Фаберлике, их не должно быть много, да, если у вас вся страница, и каждый пост это о Фаберлике, считайте, что вы потеряли аудиторию, которая, в какой-то степени осторожно относится к сетевым компаниям, в меру, сейчас вот мы пропишем эту пропорцию, сколько должно быть всего, сейчас вот посмотрим, сколько репостов должно быть у тебя, ну, минимум, репосты нынче не в цене, да, нужно делать посты от себя, и каким-то образом, умнолента же, конечно, эти же репосты не будет выдавать людям, она ценит именно уникальный контент, тот, который неповторимый, фотографии неповторимы, тексты неповторимы, если вы берете со страницы официальной Фаберлика, и просто вставляете в себя, ВКонтакте понимает, что это не ваш текст, что это украденный текст, и, конечно, вам Фаберлик ничего не предъявит, но умная лента ваш пост уже не покажет, количество постов от себя с полезной информацией, тоже, да, смотрите, чтобы все было в меру, нужно все-таки, да, максимально делать вашу страницу полезной для тех, кого вы стремитесь заинтересовать, а теперь поговорим непосредственно о формуле, которую вы можете себе записать, 10 на 4 на 1, как сделать так, чтобы ваша страница была интересной, да, чтобы от нее не шарахались, чтобы на нее заходили, чтобы люди на вас подписывались, чтобы подписывались именно те, кто вам нужен, 10 на 4 на 1, то есть это может быть, например, неделя, да, вот мы берем границу одной недели, и вот эти 15 постов располагаем таким образом, чтобы у нас было 10 постов о себе, рассказывать о своей жизни, да, давать какие-то конкретные советы жизненные, показывать, что вы там куда-то съездили, если вы, например, дом построили, можно, конечно, в контексте сетевого бизнеса, что вы построили, благодаря сетевому бизнесу, если вы машину купили, можно, конечно, рассказать о том, что это, но опять же, в контексте, да, не заостряя на этом внимании, то есть 10 постов о себе, то, что может быть интересно любому человеку, который просто попал на вашу страницу, обыденному любому человеку, случайно попавшему к вам, гостю, 4 поста о работе, продукте, бизнес, истории успеха, то есть это могут быть, например, ваши поздравляшки, лидер ваш вышел на новый уровень, вы его можете поздравить, это может быть какой-нибудь продукт, к которому вы в диком восторге, он, например, недавно появился, и вы не можете о нем не рассказать, это может быть бизнес, действительно, да, рассказать что-то, ну, раз вы эксперт по бизнесу, вы можете что-то оттолкнуть о бизнесе, вы можете показывать здесь мероприятия, здесь вы можете показывать, ну, что еще, поездки какие-то свои, да, от компании, какие-то подарки от компании можно показать, и обратите внимание, один только пост, в этом количестве 15 постов, может быть навязчивым приглашением в бизнес, вот это вот такая, вполне разумная, логичная формула, которую вы можете взять для себя, и использовать ее, это вы сами решаете, в неделю, в месяц, может быть, вы вообще с трудом, один пост в месяц вы даете, да, тогда, но все-таки надо поднатужиться, либо в месяц вы берете, да, 15 постов, если никогда ничего не выкладывали раньше, если вы в инстаграме, то все-таки в инстаграме нужно побольше постов выкладывать, вы можете на 2 все уменьшить, и, например, в неделю писать 5 постов о себе, 2 поста о продукте, неделю, да, и 1 раз в 2 недели писать навязчивое приглашение в бизнес, да, то есть, пропорция, если вы много пишите в инстаграм, нажать все на 2, делайте в неделю 20 постов о себе, 8 постов о продукте, о бизнесе, и 1 пост навязчивое приглашение в бизнес, то есть, сами выбирайте временные промежутки, это только формула, как ее, во что умножать в полтора раза, или уменьшать в полтора раза, вы уже выбираете для себя, скажите, вот в этой части у вас есть какие-то вопросы, что-то вот вам стало интересным, вот, может быть, вообще что-то непонятное, слово какое-то непонятное вам попалось, и вы хотите его сейчас уточнить, сейчас вот спросите, потому что дальше мы переходим к тому, что в записи не будет, да, и это узнаете вы, поскольку вы у нас сегодня в онлайне, так, я насколько понимаю, вопросов сейчас нет, да, мы коротко сейчас подытожим, и ответим для себя опять на несколько вопросов, которыми вы приходите в интернет, во-первых, для чего мне выходить в интернет, да, мне, у меня нет времени, интернет, мне не хочется работать с каталогами, я хочу как-то себя по-другому, да, мне хочется развить свой личный бренд, мне, вот, для себя решите, с чем вы приходите в интернет, следующее, какие методы вы выбираете, я сегодня коротко рассказала о тех методах, которые можно использовать, да, все они, конечно же, основаны на личном бренде, но он не формируется сразу, вам надо с чего-то начинать, начинайте с продукта, начинайте со своей странички, не сразу у вас возьмется, и с неба свалится этот личный бренд, но не бывает так, да, вы с чего-то все равно должны начинать, и эти методы вы выбираете самостоятельно, то ли реклама, то ли, какие-то все-таки группы ВКонтакте вы ведете, может быть, и спам попробуйте, да, потому что это надо через себя пропустить, для того, чтобы потом другим рассказывать, почему надо или почему не надо, это надо пропустить через себя, попробовать, пощупать, а потом сказать, что мне это не нравится, или это мне нравится, следующее, для кого я пишу, снимаю, кому я хочу видеть в своей команде, четко пропишите в свою целевую аудиторию, специалисты рекомендуют ее не просто прописать, ну, в уме представить, а именно написать на бумаге, то есть, кто это, студенты, мама в декрете, возраст там какого, там от 40 и выше, или это там до 25 лет, да, если мы, например, берем 17-летнюю, ну, 17-летнего парня, да, и он будет там в каждом посте писать фаберлик, ну, понятно, что ему здесь нужно, да, свой путь развития, ему здесь надо прописать свою историю, для того, чтобы он развивался, и выявлял интерес в своей целевой аудитории, а не там среди пенсионерок, да, то есть, кого я хочу видеть в команде, вы тоже здесь должны прописать, то вам не нужны те-то, те-то и те-то, да, вам не нужны те, кому вы будете часами объяснять этот бизнес, он все равно это не поймет, вам нужны высокообразованные люди, или вам нужны люди, которым действительно нужны деньги, вот прямо вот здесь и сейчас, вот вы сами напишите, кто вам нужен, и вы будете писать то, что нужно, в вашей целевой аудитории, в чем я буду экспертом, вам это тоже нужно решить, выбрать для себя направление, и стать в нем профессионалом, в каких социальных сетях я буду работать, да, в Facebook как-то для меня пока не открылся, очень удобно работать в Instagram, параллельно нажимая там кнопочку, да, там есть такой курсорчик, куда вы перемещаете, сразу параллельно все перемещается в Instagram, ой, ВКонтакте, вы можете параллельно перемещать в Одноклассники, параллельно перемещать посты в Facebook, то есть, вот смотрите сами, где вам удобно, там и работать, и можете вообще работать, там, я не знаю, есть социальная сеть, смули, где песенки поют, да, вы можете там с людьми знакомиться, никто же не запрещает, правильно, для чего мне нужен личный бренд в интернете, вот тоже для себя пропишите, почему все-таки нужно создать личный бренд, почему недостаточно найти человека, нужно все-таки предложить ему систему действий, и только развив свой личный бренд, только показав, почему вы, а не кто-то другой, почему именно вы мне нужны, а не кто-то другой, именно личный бренд вам позволит сделать вот все это, и, соответственно, запустить на своего новичка, помочь ему стартовать, и поддерживать его интерес, таким вот образом, так, я вижу, что вопросы не появились, да, спасибо за внимание, это для записи, а сейчас,